Кинематик в кинематике твердого тела является подкупом кинематикой. Какое совершает, например, рама тележки мостового крана. При поступательном движении твердого тела, любая проведенная в нем прямая, остается параллельной своему начальному положению. Поступательное движение совершает ступень на работе лодки эскалатора. Рассмотрим движение кабины колеса обозрения. Боковой край кабины остается все время вертикальным, а нижний горизонтальным. Следовательно, кабина совершает поступательное движение. Точка подвеса кабины одновременно является и точкой колеса. Она движется по окружности, центр которой совпадает с центром колеса. Рассмотрим движение любой другой точки кабины. Соединим эти точки вектором АВ. В силу свойства поступательного движения, вектор АВ не меняется по направлению. Модуль его также постоянен, так как кабина является твердым телом. Поэтому, откладывая постоянный вектор АВ от различных точек траектории точки А, мы получим соответствующие точки, лежащие на траектории точки В. Но мы могли бы получить то же самое, сместив траекторию точки А на вектор АВ. Значит, точки А и В имеют одинаковые траектории. В этом механизме его звено, называемое спарником, движется поступательно. Для любой точки спарника, например, для этой, можно написать соотношение. Продифференцируем это тождество по времени. Так как вектор АВ постоянен, то его производная по времени равна нулю. Таким образом, мы видим, что скорости точек спарника в каждый данный момент векторно равны. Это относится ко всем точкам спарника. Если продифференцировать это тождество по времени, то получим, что векторы ускорения точек спарника в каждый данный момент также равны. Сейчас диски вращаются равномерно. Мы видим, что при поступательном движении твердого тела все его точки описывают одинаковые траектории и имеют в каждый данный момент равные векторы скоростей и ускорений. Поэтому, чтобы определить поступательное движение твердого тела, достаточно задать движение одной из его точек. Другим простейшим движением твердого тела является вращение вокруг неподвижной оси, при котором две точки тела, например, точки закрепления вала в центрах станка, остаются неподвижными. Прямую, проходящую через эти точки, называют осью вращения. Проведем в твердом теле плоскости, перпендикулярной к оси вращения. И рассмотрим произвольные точки образовавшихся сечений. При вращении любая точка описывает окружность, лежащую в плоскости, перпендикулярной к оси. Центр окружности неподвижен и находится на оси вращения. Теперь проведем две полуплоскости, ограниченные осью вращения. Одну неподвижную, а другую подвижную, жестко скрепленную с телом. Положение твердого тела однозначно определяется углом Фи между этими полуплоскостями. Направим вдоль ось вращения ось Z. Пусть K единичный вектор, то есть орд этой оси. Заметим, что угол поворота отсчитывается от неподвижной полуплоскости к подвижной. Угол поворота считается положительным, если наблюдатель, смотрящий с конца оси к ее началу, видит этот угол отложенным против хода часовой стрелки. Угол поворота отрицателен, если наблюдатель, смотрящий с конца оси к ее началу, видит его отложенным по ходу часовой стрелки. При вращении тела вокруг неподвижной оси угол поворота будет непрерывно меняться в зависимости от времени. Это изменение характеризуется вектором угловой скорости. Он направляется вдоль оси вращения из любой ее точки, так, чтобы наблюдатель, смотрящий с конца вектора к его началу, видел вращение тела против хода часовой стрелки. Модуль вектора угловой скорости равен абсолютной величине первой производной угла поворота по времени. Изменение вектора угловой скорости в зависимости от времени характеризуется вектором углового ускорения. Вектор угловой скорости лежит на оси вращения. Его приращение также лежит на этой оси. Следовательно, и вектор углового ускорения лежит на этой оси. Рассмотрим несколько примеров. Если вал вращается равномерно, то угловая скорость постоянно, а угловое ускорение равно нулю. При ускоренном вращении оба вектора направлены всегда в одну сторону. При замедленном вращении оба вектора направлены в разные стороны. При этом вектор углового ускорения равен первой производной от вектора угловой скорости по времени. Его модуль равен абсолютной величине второй производной угла поворота по времени. Теперь определим скорости и ускорение точек твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Скорость любой точки направлена по касательной к ее траектории в сторону вращения. В этом направлении вылетают, например, раскаленные частицы абразива. Модуль скорости точки равен произведению ее кратчайшего расстояния до оси вращения на модуль угловой скорости. Скорости всех точек, лежащих на этой прямой, направлены перпендикулярно к ней, а их модули пропорциональны расстоянием этих точек до оси вращения. Выберем какую-либо точку неподвижной оси за полюс. Из этой точки проведем радиус-вектор в рассматриваемую точку тела. Ее скорость равна векторному произведению вектора угловой скорости на радиус-вектор этой точки. Действительно, это векторное произведение перпендикулярно подвижной плоскости, в которой лежат оба сомножителя. И наблюдатель, смотрящий с конца вектора скорости на его начало, видит поворот вектора угловой скорости до совмещения его направления с направлением второго сомножителя радиуса вектора, происходящим против хода часовой стрелки. Следовательно, направление векторного произведения совпадает с направлением вектора скорости. По модулю же оно будет равно. Из треугольника видно, что произведение модуля радиуса вектора точки на синус угла β равно кратчайшему расстоянию от точки до оси вращения. Получаем произведение модуля угловой скорости на кратчайшее расстояние до оси, а это и есть модуль скорости. Итак, вектор скорости точки определяется формулой. Заметим, что скорость любой точки тела равна нулю в те моменты времени, когда обращается в нуль угловая скорость. Например, в крайних положениях маятника при его колебаниях. Рассмотрим теперь ускорение точки твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Проведем орд касательный в направлении возрастания угла поворота. Построим соприкасающуюся плоскость. В этой плоскости, перпендикулярно к орду касательный, проведем орд главной нормали, направив его в сторону вогнутости траектории. В данном случае, когда траектория является окружностью, орд главной нормали направлен по радиусу к оси вращения. Теперь проведем орд бинармали так, чтобы орды касательный, главной нормали и бинармали образовали правую систему осей. При вращении тела эта тройка векторов поворачивается вместе с ним. Ускорение любой точки может быть разложено на две составляющих. Касательное и нормальное ускорение. Касательное ускорение направлено вдоль касательной, к траектории в одну сторону со скоростью, если движение ускоренное, или в противоположную сторону, если вращение замедленное. Модуль касательного ускорения равен произведению кратчайшего расстояния точки от оси вращения на модуль углового ускорения. Касательное ускорение точки равно нулю в те моменты времени, когда вращается в нуль угловое ускорение, например, при равномерном вращении тела или при прохождении маятником положение равновесия. Касательное ускорение определяется векторным произведением вектора углового ускорения на радиус вектор данной точки. Нормальное ускорение любой точки направлено по радиусу к оси вращения, и его модуль равен произведению кратчайшего расстояния точки от оси вращения на квадрат угловой скорости тела. При равномерном вращении твердого тела его угловая скорость постоянно, а следовательно и нормальное ускорение точки тела по модулю постоянно. Оно обращается в нуль в тех случаях, когда становится равной нулю его угловая скорость. Например, в крайних положениях при колебаниях маятника. Вектор нормального ускорения точки равен векторному произведению угловой скорости тела на скорость точки. Ускорение точки твердого тела равно векторной сумме его касательного и нормального ускорений. Это можно продемонстрировать на примере маятника. Касательное и нормальное ускорение меняются. Ускорение точки является их векторной суммой. Так как составляющие векторы взаимно перпендикулярны, то модуль ускорения точки равен Ускорение точки составляет с радиусом угол мю, тангенс которого определяется таким соотношением. Ускорение всех точек тела, в частности, лежащих на выделенной прямой, образует в данный момент один и тот же угол с этой прямой. Модули же ускорений пропорциональны расстояниям точек до оси вращения. Однако углы и модули ускорения точек с течением времени могут меняться. Более сложным, чем поступательные движения и вращение вокруг неподвижной оси, являются плоскопараллельные движения твердого тела. Такое движение совершает, например, этот шлифовальный камень. При таком движении твердого тела траектория любой его точки лежит в плоскости параллельной некоторой неподвижной плоскости. Чтобы определить плоскопараллельное движение тела, достаточно задать движение сечения этого тела плоскостью параллельной неподвижной. Такое сечение называется плоской фигурой. Если известно положение любых двух точек плоской фигуры при ее движении, то положение любой ее третьей точки определяется однозначно. соединим эти точки прямолинейным отрезком. Таким образом, плоскопараллельное движение твердого тела определяется движением любого отрезка прямой, лежащей на его плоской фигуре. Плоскопараллельное движение тела можно разложить на более простые движения. Покажем это на примере механизма поперечно-строгального станка. Вот этот механизм. Диск с пальцем, кулиса, кулиса, серьга, перемещающая ползун. Движение серьги происходит параллельно вертикальной неподвижной плоскости. Проведем в серьге сечения параллельное этой плоскости и рассмотрим перемещение полученной плоской фигуры. Выделим на ней прямолинейный отрезок и покажем, что его можно перевести из одного положения в другое посредством двух перемещений поступательного и вращательного. Переместим, например, плоскую фигуру поступательно так, чтобы совпали два последовательных положения точки А, принятые за полюс А0 и А1. Теперь для совмещения отрезков остается повернуть фигуру в ее плоскости вокруг полюса. Но можно за полюс взять другую точку плоской фигуры, например, В, и поступательно переместить плоскую фигуру так, чтобы совпали точки В0 и В1. Тогда для совмещения отрезков достаточно повернуть фигуру вокруг этого нового полюса. Видели? Поступательные перемещения фигуры различны и зависят от выбора полюса. В то же время углы поворота вокруг разных полюсов равны и имеют одинаковое направление. Следовательно, углы поворота плоской фигуры не зависят от выбора полюса. Пусть теперь движение плоской фигуры заснято нами на пленку через малые промежутки времени. Мы видим, что можно приближенно представить движение нашей фигуры посредством ее поступательных перемещений вместе с полюсом и вращений вокруг полюса. Теперь будем уменьшать промежутки времени между снимками. А сейчас представим себе, что они уменьшаются в пределе до нуля. Мы получим последовательность мгновенных поступательных движений фигуры с произвольно выбранным полюсом и ее мгновенных вращений вокруг этого полюса. Этим точно воспроизводится плоскопараллельное движение. Так как углы поворота не зависят от выбора полюса, то не зависят от выбора полюса и все величины, относящиеся к вращательной части плоскопараллельного движения, как угловая скорость и угловое ускорение. Определим теперь скорости точек твердого тела, совершающего плоскопараллельные движения, например, скорости точек хвостового винта вертолета, который совершает вертикальный подъем. Примем за полюс центра винта, который движется с фюзеляжем и рассмотрим скорости точек плоской фигуры винта. Напомним, что движение плоской фигуры можно разложить на поступательное вместе с полюсом и вращательное вокруг оси, проходящей через полюс перпендикулярно к неподвижной плоскости. При поступательном движении векторы скоростей всех точек плоской фигуры равны. При вращении же фигуры вокруг оси скорости всех ее точек перпендикулярны к соответствующим радиусам и направлены в сторону вращения. Их модули равны произведением расстояний точек от оси на модуль угловой скорости. Следовательно, скорость точки плоской фигуры равна сумме векторов скорости полюса и скорости точки от вращения фигуры вокруг полюса. Рассмотрим теперь скорости точек винта, находящихся в данный момент напрямой, проходящей через полюс и перпендикулярной к скорости полюса. Скорости всех точек от вращения плоской фигуры вокруг полюса перпендикулярны к рассматриваемой прямой. Поэтому векторное суммирование превращается в сложение векторов одинакового или противоположного направления. Получаем искомые скорости точек винта, лежащих на рассматриваемой прямой. На этой прямой есть единственная точка плоской фигуры, скорость которой в данный момент равна нулю, так как составляющие скорости этой точки равны по модулю и противоположны по направлению. Модуль скорости точки от вращения равен произведению расстояния точки от полюса на модуль угловой скорости. Отсюда можно определить расстояние этой точки от полюса. Точка плоской фигуры, скорость которой в данный момент равна нулю, называется мгновенным центром скоростей. Эта точка с течением времени меняет свое положение на плоской фигуре. Теперь определим скорости точек винта, приняв за полюс его мгновенный центр скоростей. Эти скорости, соответственно, равны векторным суммам скорости полюса и скорости от вращения вокруг полюса. Скорость полюса равна нулю. Поэтому скорости всех точек винта являются скоростями только от вращения вокруг мгновенного центра скоростей. скоростей. Модули этих скоростей определяются так. То есть они пропорциональны расстоянием точек до мгновенного центра скоростей. Скорости точек распределяются так, как если бы плоская фигура вращалась вокруг перпендикулярной к ней неподвижной оси, проходящей через мгновенный центр скоростей. Из сказанного следует, что, зная направление скоростей двух точек плоской фигуры, можно найти положение мгновенного центра скоростей. Он расположен в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из данных точек к направлениям скоростей. Если же известен еще модуль скорости одной из точек, то можно найти модуль скорости другой. Теперь скорость этой точки определена как по направлению, так и по модулю. Рассмотрим качение колеса без скольжения по прямолинейному рельсу. Введем неподвижную плоскость, жестко скрепленную с рельсом, и подвижную, жестко скрепленную с плоской фигурой колеса. При качении без скольжения только точка соприкосновения колеса с рельсом будет в данный момент неподвижной, следовательно, эта точка является мгновенным центром скоростей. Точка неподвижной плоскости, совпадающая в данный момент с мгновенным центром скоростей называется мгновенным центром вращения. После мгновенного перемещения другая точка оба колеса будет касаться рельса и окажется мгновенным центром скоростей. Эта точка совмещается уже с другой точкой рельса, которая теперь будет мгновенным центром вращения. Таким образом при движении колеса получаем все новые и новые пары мгновенных центров, а совмещенные в предыдущие моменты пары точек расходятся. Геометрическое место мгновенных центров скоростей на подвижной плоскости называется подвижной центроидой. В данном случае подвижная центроида является окружностью расположенной на ободе колеса. Геометрическое место мгновенных центров вращения на неподвижной плоскости называется неподвижной центроидой. В данном случае это прямая расположенная на поверхности рельса. При движении плоской фигуры подвижная центроида катится по неподвижной без скольжения. Рассмотрим теперь какие ускорения имеют точки плоской фигуры. Разложим ее движение на поступательное вместе с точкой О выбранной за полюс и вращение вокруг оси, проходящей через полюс перпендикулярно к неподвижной плоскости. При поступательном движении векторы ускорения всех точек в данный момент равны. При вращении плоской фигуры вокруг полюса векторы ускорения ее точек равны сумме касательных и нормальных ускорений. Касательное ускорение от вращения вокруг полюса называется также вращательным ускорением, а нормальное — центростремительным ускорением. Модуль касательного ускорения в данный момент равен произведению расстояния от точки до полюса на модуль углового ускорения. Модуль нормального ускорения от вращения вокруг полюса равен произведению расстояния от точки до полюса на квадрат угловой скорости. А модуль суммы этих векторов, то есть ускорение от вращения вокруг полюса, равен... Направление этого ускорения образуется отрезком, соединяющим точку с полюсом, угол, тангенс которого определяется из соотношения. Ускорение любой точки плоской фигуры равно сумме векторов ускорения полюса и ускорения точки от вращения фигуры вокруг полюса. В качестве примера рассмотрим ускорение точек обода колеса, катящегося без скольжения, по прямолинейному железнодорожному рельсу. Пусть центр колеса движется ускоренно. Напомним, что мгновенный центр скоростей находится в точке касания колеса и рельса. Примем его за полюс. Тогда модуль скорости этой точки можно определить по формуле. Отсюда следует, что модуль мгновенной угловой скорости равен... То есть... Найдем вектор углового ускорения по формуле. Точка О движется прямолинейно и ускоренно, поэтому... Итак... Значит модуль углового ускорения равен... Выберем теперь произвольную точку на ободе колеса и определим ее ускорение по известной нам формуле. Касательное ускорение точки от вращения вокруг полюса направлено перпендикулярно отрезку ОМ в сторону вращения, так как вращение ускоренное. Модуль касательного ускорения оказывается равным модулю ускорения полюса. Определим нормальное ускорение точки от вращения вокруг полюса. Модуль нормального ускорения точки от вращения вокруг полюса равен... Ускорение точки от вращения вокруг полюса равно сумме векторов найденных ускорений. Угол, образованный этим ускорением, с отрезком ОМ, определяется из соотношения. Модуль этого ускорения равен... Выполним аналогичное построение для нескольких точек обода колеса и определим их ускорение от вращения вокруг полюса. Эти ускорения наклонены под одним и тем же углом к соответствующим отрезкам. Складывая эти векторы с ускорением полюса, получим искомое ускорение точек обода колеса. Заметим, что точка касания, мгновенный центр скоростей, имеет ускорение, направленное к центру колеса, то есть имеет нормальное ускорение от вращения вокруг полюса. Для определения ускорений точек плоской фигуры удобно пользоваться понятием мгновенного центра ускорений. Для этого проведем отрезок под углом МЮ к ускорению центра колеса. При его ускоренном движении угол надо отложить в сторону мгновенного вращения. Определим ускорение точек, лежащих на этом отрезке, приняв за полюс центр колеса. Перенесем в эти точки ускорение полюса. Построим теперь в рассматриваемых точках их ускорение от вращения вокруг полюса. Эти ускорения будут направлены в сторону противоположную ускорению полюса и образуют с отрезком такой же угол. Векторное суммирование превращается в сложение противоположно направленных векторов. Таким образом мы получили ускорение рассматриваемых точек. Теперь проведем через концы векторов ускорений прямую. Ускорение точки, находящейся на пересечении прямой с отрезком, оказывается равным нулю, так как ее ускорение от вращения вокруг полюса по модулю равно ускорению полюса, но противоположно ему по направлению. Ускорение от вращения вокруг полюса равно... Отсюда определим положение точки Q. Это единственная точка плоской фигуры, ускорение которой в данный момент равно нулю, называется мгновенным центром ускорений. Его положение на плоской фигуре может изменяться с течением времени. Заметим, что мгновенный центр скоростей и мгновенный центр ускорений вообще разные точки плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей имеет в данный момент скорость, равную нулю, а ускорение его отлично от нуля. Мгновенный центр ускорений имеет в данный момент ускорение, равное нулю, а скорость его отлично от нуля. Теперь примем за полюс мгновенный центр ускорений и определим ускорение точек колеса. Так как ускорение нового полюса по определению равно нулю, то ускорение точек плоской фигуры равны их ускорениям от вращения фигуры вокруг мгновенного центра ускорений. Ускорение всех точек плоской фигуры составляют один и тот же угол мю с отрезками прямых, соединяющими эти точки с мгновенным центром ускорений. По модулю ускорения точек определяются так. То есть... Таким образом, модули ускорений точек плоской фигуры пропорциональны расстоянием этих точек до мгновенного центра ускорений. Это ясно видно в том случае, когда точки лежат напрямую, проходящие через мгновенный центр ускорений. Ускорения точек распределяются так, как если бы плоская фигура вращалась вокруг мгновенного центра ускорений. Есть ли известные направления ускорений двух точек плоской фигуры, а также ее мгновенная угловая скорость и мгновенное угловое ускорение, то можно определить положение мгновенного центра ускорений. Определим угол мю. Теперь из данных точек проведем полупрямые под этим углом к направлениям ускорений, совершив поворот в сторону мгновенного вращения, так как движение ускоренное. Точка пересечения этих полупрямых является мгновенным центром ускорений. Если же известен еще и модуль ускорений одной из точек, то можно найти модуль ускорения другой точки. Итак, мы рассмотрели некоторые вопросы кинематики поступательного движения твердого тела, его вращения вокруг неподвижной оси и плоскопараллельного движения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...